Представители Прикамья захватывают лидерство в российском спортивном дайвинге. Это стало известно по результатам соревнований в Санкт-Петербурге. Там параллельно прошли Кубок и Переноса страны. Наши дайверы завоевали множество наград на разных дистанциях. Кроме того, Пермикам удалось установить мировой рекорд. Мы с тренерами совещались после окончания соревнований. Мы считаем, что все те задачи, которые мы ставили, перед собой мы выполнили. И даже в какой-то мере перевыполнили. Допустим, нам с Михаилом Морозовым, с моим напарником по чемпионату Европы, удалось превысить высшее мировое достижение на дистанции 100 метров полоса препятствий. Если в рамках национального кубка все изначально ожидали высоких результатов, то успешное выступление пермяков в первенстве России отчасти стало приятным сюрпризом. Тренеры решили даже привлечь их к выступлению в кубке среди взрослых. Но и тут наши дайверы не растерялись и показали отличные результаты. Хотя вплотную заниматься достаточно молодым видом спорта стали недавно. Мы пришли к такому результату, как победа, получается, детьми взрослого кубка России. Вот это достаточно интересный результат, который был достигнут в план этих степенах. Достаточно для нас было удивления, для тренеров. Это то, что слишком было малое количество ошибок, которые в этом виде спорта очень часто присутствуют. На соревнованиях я плыла 100 метров и 300 метров. Готовились на тренировках. У нас были по две тренировки в день. Мы много плавали, как бы тренировались. К чемпионату России. Он будет в апреле. Будем сейчас готовиться. Опять две тренировки в день. Андрей Григорьев, телевизионная служба новостей. В российском гонболе пришла пора национального кубка. Пермские медведи вступают в борьбу за этот трофей со стадии 1-8 финала. Соперник – Челябинский локомотив. Наш сосед по турнирной таблице в чемпионате страны. Соперник, как известно, принципиальный. Но, несмотря на все обстоятельства, пермики рассчитывают на положительный исход. Мы перед командой поставили задачу выступить в Кубке России как можно лучше. Почему? Потому что первая-вторая команда по итогам Кубка России, занявшись в финале, имеют право выступать в Еврокубках. Поэтому можно пробиться в Еврокубке через Кубок России. Мне кажется, мы готовы сейчас выиграть. По крайней мере, думаю, будет задача, самое главное, на разницу играть. И будем, самое главное, дома сыграть хорошо, чтобы на выезде не мучиться и с хорошей разницей здесь выиграть их. И все. И спокойно приехать в игры там сыграть. Будем, конечно, и выигрывать стараться, потому что предыдущие соперники, с ними тем более соседи. Но я думаю, выиграем. Первый матч 1-8 финала состоится в Манеже «Спартак» в среду 2 марта. Игра начнется в 19 часов. Ответный поединок пройдет в Челябинске 6 числа. Продолжение следует.